Слушайте, птицы поют. Прям весна, весна, так приятно вообще. Супер. Дюллетта. Мы на дюллетте на машине поедем. На моем танке я не хочу ехать. Там вечно что-то с маслом, вечно оно куда-то выливается. В общем, первым делом остановка. Покупаем бензин. Поехали мы в Сэмс-клуб. Это вообще капец. Только машина ужас. Ну что ж, подождем все-таки. Она тут уже почти на мели. Рисковать не будем. Мы уже почти там. Оказывается, Рикки там не будет. Я не знала. Пицца не звучит так хорошо. Пицца? Я не знаю, я не ехала ничего сегодня. А, поэтому я не хотела сделать. Окей, я думаю, что мы не хотели пиццу. Анжелика захотела пиццу. Оказывается, Рикки где-то там по своим... Он из города? Я думаю. В общем, его в городе нет. Так что мы видимся только с Анжеликой. И Габриэл говорит, что у его друга, по соседству, где-то 20 минут от города, где Анжелика, там в церкви какое-то мероприятие, и он хочет туда попасть. Так что мы, наверное, приедем, покушаем. Свожу их куда-нибудь поесть и сбросим Габриэла в эту церковь. Ну и потом просто с девчонками... С девчонками проведем время. А потом уже заберем Габриэла. Главное, что трак у Рики здесь. Так что, может, он еще здесь. Он, наверное, не уехал. Так что мы увидимся с Рики тоже. Габриэл еще здесь не был. You haven't been here yet. No, that's his first time. Kind of dark. You like it dark. Come on in. Нету нашего Рики тут. Он все-таки уехал с другом. У их друг женится, и у него там эта вечеринка. Oh, yeah. Pictures here. You made it dark. Yeah. Ah, okay. Помните эту картину? Анжелика поменяла задний план из желтого на черный. Очень прикольно. Так, Анжелика нас ведет, куда мы идем. Мы идем пешком. Тут все рядом. Они живут, можно сказать, в центре этого городка. Университетского. И магазины, рестораны, там бары, это все рядом с ними. Ее работа здесь недалеко тоже. Она пешком туда ходит. Я прикалываю. Тут такие домики старинные. Викторианский стиль. Но у них есть викторианские детали. Такой вон, да, есть маленький коттеджик такой. Прикольный. Эти деревья цветут, так красиво. В общем, Жека ведет пиццерию. Но говорит, сегодня суббота. Возможно, будет слишком busy. Не знаю. Университет. Гопокс. Это их маскот. Где-то здесь Анжелика работает. Анжелика, ты работаешь здесь? На втором этаже в этом здании. В общем, выбрали мы пиццу. Мы сделаем половину с курицей. Половину с папиронами. Я заказала жареные грибы. Анжелика уже салат себе заказала. Габриэл говорит, закажите, что хотите. Я сенс. Вот это вкусняшка я очень люблю. Жареные грибочки. С рейндж-соусом. Приятного аппетита. Мы заказали большую. Сказали, осторожно, очень осторожно, очень горячо. Десплей, тоже. Анжелика разлила воду. Сфотографируем, будем вспоминать, смеяться над этим. В общем, поели мы хорошо. Поели. Я, правда, один кусок пиццы только съела. Пицца огромная. В общем, Рике и Анжелике будет достаточно остатков. Габриэл поговорил со своим другом. Он тут недалеко от Анжелики живет. И у них какое-то мероприятие в церкви. Он его приглашает туда. То я, наверное, его сейчас привезу. Какая церковь? Недалеко. В общем, сейчас друг Габриэл его заберет. Where all the stuff is? Тут какие-то игры. Ну, не знаю, какое-то мероприятие. Are you good? Yeah. Okay, see you later. Hi. They need your jacket. No, I don't need it. Okay. Я проехал мимо этой церкви, так ехала. Так ехала, ехала, что мы проехали. Она как бы посреди ничего. Вообще, если Анжеликин город маленький, так этот вообще манюсенький. Ладно, еду назад девчонкам и возьму Анжелику за продуктами повезу. Мамочка помогает, да. Первый раз Анжелика меня куда-то везет. Мы идем в магазин. I just hate not being able to see. I think there's like... Is there... Am I... Okay. Yeah. We're here. We're here. We're here. We're here. We're here. Вообще, очень рядом с Анжеликиной квартирой. There's some muffins that you like? Yeah, I brought myself a little bit. I did. Ведь уже переела их уже. Уже не хочет маффины. Кофе с карамельным сиропом. Это моя маффины. Это моя маффинка. Маффинка уже делает пробу. Она ждет свой чай. Пошли гулять по их центру. Ну, это типа какой-то мамин город. Разные магазинчики, рестораны, кафе. Девчонки впереди. Мама мне позвонила. Говорит, у тебя молоко. Молоко закончилось. Я поехала с детьми в магазин. Так они ее там раскрутили на конфетки, на все, что хочешь. Какой там бутик здесь. Много таких симпатичных платьишек. Много оранжевого, потому что в этом университете цвет доминирует оранжевой форма. Черный, оранжевый такой. Симпатичный русский здесь. Девчонка какая. Френдский коридор, я думаю, что это изменивает Нью-Орлеанс. Да. Я очень удивлялась, что у нас есть в Нью-Орлеанс. Это, это, вот этот стиль мне напомнил нашу Флориду. Такой новоорлеанский. Когда мы вот ездили, что второй этаж. Там балконы. Видно, там какие-то квартиры есть. Уверена, что дорогие. Или я не знаю, что там. Может, какой-то магазин. О, мой бог! Спасибо! Смелюсь. Конечно, я снимаю. Я буквально поставила, как правильно, когда это начало. Классно. И сразу говорит, когда война началась, они этот флаг подняли. Спасибо всем за поддержку. Античный магазинчик. Пойдем посмотрим, что тут есть. Интересно. Мы в книжном магазине, использованных книг. В античном мы не могли пойти, потому что там нельзя напитки. Джулья до сих пор свой чай пьет. Мы уже с кофем закончили, с Анжелика. Она все пьет. Это что такое? Рождество продолжается? А! Вот такие. Пасхальное дерево. Пасхальные зайчики. Ой, тут даже пасхальные огоньки есть. Смотрите. Розовые, зеленые. Хм! Прикольно. Снаружи этот книг по доллару, по два доллара. Это надо рыться. Нам уже пора. Мама уже звонила, как бы готова, чтобы мы возвращались. А мне еще Габриэлу забрать. Так что я сказала, девчонки пошли. Конечно, хорошо просто полазить, порелаксовать. Но... Думаю, когда девчонки, чисто Джульетта и София вернутся, они могут больше времени провести. И они будут ограничены временем. Когда маленькие дети, то, конечно, как-то так. Вообще, очень симпатичный такой такой центр. Везде прошвырнуться. Особенно, если и время есть. То можно застрять на долгое время. Видите, у нас уже нарциссы не то, что цветут, а цветают. Вон, хиацинты. Розы пустили уже. Листики. Деревья цветут. Я потом покажу. Мы припарковались прям под кучей большой такой кроной деревьев нескольких. Цветущей. Какая красота! Вот такой кроной цветущая был Дэн. Приехали мы к церкви, где Габриэл здесь был. Уломали они его друга, бабушку. Он остается здесь. Завтра его Дэнни заберет уже отсюда по пути от Джонатана. В общем, получается, что я сюда приехала, чтобы он забрал свою одежду. Он говорит, отлично. Ладно, едем домой. Нам еще полтора часа чухать домой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И вот такой вот у нас был конец дня Чай, вкусняшки и релакс Сегодня уже все должны возвращаться И завтра уже в школу А я буду закрывать влог Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы Мы молимся за вас, мы верим в победу Вы всегда в наших мыслях Слава Украине, до новых встреч и ба-бай Слава Украине Слава Украине Слава Украине Слава Украине